Да я счастлив вообще, что вышел. Столько эмоций было. Первый раз в своем зале выиграли. И эмоции не передать. 12 и 13 декабря молодежный факел в подмосковном Серпухове проводил игры 4-го тура против Красноярского «Енисея-2». Но уренгойская команда была безусловным фаворитом, и все от нее ожидали только победы. Всем привет. Сегодня состоится факел между молодежкой «Енисея» и «Факел». К сожалению, я и наш капитан «Енисея» сегодня не в составе, но мы весельно-силово будем болеть за нашу команду. Артур Кузьмин, номер 8, Никита Мак-Край, номер 10, Игорь Натальевич, славный бой, Михаил Николаевич. Я считаю, что у нас довольно сильная команда, и я думаю, что «Енисея» нам по зубам. «Енисея» вообще нет шансов, факел порвет. На 3-0. «Енисея»! «Браво!» 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я знал, ну, нам сказали в конце второго сета то, что нас выпустят всех играть в третьем сете. И мы стали сами себя настраивать. И просто мы открыли свои внутренние чакры, чтобы выпустить полностью все эмоции. Потому что это последняя игра этого года уходящего. И нам надо просто выложиться, тем более на домашней площадке. И мы показали, я считаю, именно этим составом одну из лучших игр. Команда сыграла все партии, на мой взгляд, достойно. Ну, конечно, второй состав, мне кажется, прям даже чуть точку лучше основного сыграл. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, я считаю, что мы объективно сильнее. Плюс играем дома, поэтому как-то ребята это тоже понимают. И тяжело ребят настраивать на серьезную игру. Наверное, это первый момент такой, в общем, невыразительной игры. И второй, все-таки был три недели перерыв. И в общем нам не хватает, конечно, напряженных игр, в которых ребята могли бы расти, конкурировать. Мы пытаемся сейчас побольше проводить игровых тренировок между собой. Но все равно игра это другое. Поэтому как-то ребята, не знаю, не имеют такого большого стимула. Они понимают, что они сильнее, что они и так выигрывают. Мотивировать, наверное, этих их сложно. Ну, сегодня второй состав порадовал. С желанием вышли, доказали то, что все у нас, скажем, хотят играть. С лавочки будут конкурировать с теми, кто начинал. Надеюсь, на тренировках мы будем больше добавлять и полезнее прогрессировать, чем в таких играх, к сожалению. Так что надеемся на более серьезное соперничество. Сколько угодно методик можно применять, сколько угодно можно упражнение делать. Но если сами игроки не будут осознавать те ошибки, которые они совершают, и не будут стремиться их исправить, конечно, у нас ничего не получится. И опять же, очень хорошо, что ряд игроков об этом задумывается, они прислушиваются к тренеру, и у них идет прогрессия. Это очень приятно. Но опять же, конечно, результат отрицательный. Нас это радовать не может. Тем более, турнирная таблица не соответствует... Наше положение турнира таблицы не соответствует тем задачам, которые поставлены на этот сезон. Я Паша Зеркалин, мне 17 лет. Я начал свою волейбольную карьеру в Зюшор «Русский медведь». Мой тренер Светлана Викторовна Артемова дала мне технику. Потом я поехал в Одинцово, там с командой «Подмосковья». Я 2 или 3 года тренировался и играл на всероссийских соревнованиях. И потом меня пригласили на сборы «Факел», ну, для просмотра. И у меня получилось попасть в команду, где я сегодня играю. Твои родители сегодня присутствовали на матче? Да, присутствовали, поддерживали нашу команду. Вот пришла моя сестра, она сегодня смогла прийти, тоже меня поддержала. Я передаю привет маме, папе, бабушке, дедушке, дяде, тете и всем основным своим родственникам, которые меня поддерживают и смотрят игры. Всем привет! Передаю привет любимой маме, любимому папе и любимой сестре. Там не слово.